Физиотерапия в детской ортопедии. Такое обширное название. Что же такое физиотерапия? Это древнегреческая природа и лечение. Область медицинской науки, изучающая действия на организм человекоприродных естественных факторов или искусственно преформированных, использующая их с целью восстановления и укрепления здоровья людей. Физиотерапия зародилась очень давно, в 4-м тысячелетии до нашей эры. Первые источники – это папирус Смита, использовались в основном в косметологических целях, все помнят Нефертити, и красивые лица фараонов, украшенные на фресках. Это все благодаря методам физиотерапии. Дальше в Древней Греции и Риме такие ученые и деятели, как Гиппократ, Гален, тоже активно применяли физические факторы, но в основном это были природные физические факторы. Вода, воздух, климат, римские термы, в России тоже до сих пор применяются бани, и их положительное влияние никто оспаривать не будет. Дальше был этап развития формирования физиотерапии как самостоятельной науки, с появлением и развитием физики, математики, теоретических основ. И каждый ученый, который делал какое-то открытие в физике, моментально старался привести его в медицину. И от Галливани до Теслы, от Ампера до Дюшена, были исследования, проведены исследования. Наш соотечественник Петров, узнав о экспериментах Галливаний, впервые применил электрофереза ртути для лечения сифилиса. И таких примеров огромное количество. Кому интересно, в литературе история описана очень подробно. В конце 19-го, 20-го и в 20-м веке физиотерапия сложилась уже как самостоятельная наука. И в 1905 году был первый съезд физиотерапевтов в Париже. Но этому все предшествовали серьезные работы. И Шульц открыли закон «Слабое раздражение, побуждая деятельность живых элементов». Средние ее усиливают. Сильные тормозят, а очень сильные парализуют. И эта теория работает и по сей день, и физические законы, к которым относится и живой организм, как человек, подчиняется этим законам. Также наши соотечественники Больштейн и Щербак предложили теорию нейрорефектурного действия лечебных факторов, которая в последующем получила свое развитие и сейчас активно применяется. И теория функциональных систем, антагонической регуляции функций и концепций гомеостаза и адаптации. Итак, физические факторы. Какие же мы можем выделить? Это природные и экологические факторы. Климат, солнце, вода, грязь, воздух. Все это на современном этапе применяется. В советское время применялось очень широко. Институты даже были по курортологии. Один из ведущих был в Симферополе. Сейчас он опять же принадлежит Российской Федерации. И будет продолжать, скорее всего, свою деятельность. И искусственные, преформированные физические факторы. Это электромагнитные, световые, термические, механические, воздушные, радиационные. Но в детской ортопедии и вообще физиотерапии из всего спектра электромагнитных фом применяется ограниченный спектр. Это в радиоволновом диапазоне и видимый свет. Рентгеновские лучи и гамма-излучение применяются уже для лечения более серьезных заболеваний. Это онкология. И лечебные эффекты, которыми обладают практически в зависимости от режима применения практически все физические факторы. Это противовоспалительный, анальгетический, седативный, вазодилататорный, миорелаксирующий, метаболический, секреторный. И понимая патогенез заболевания, его течение на любом из этапов физиотерапии может быть применена, зная механизм действия физического фактора и патогенез заболевания. Доктор может использовать совершенно свободно и получать прогнозируемые, желаемые эффекты. Преимущество физиотерапии. Существенно расширяется диапазон лечебных методов воздействия и сокращаются сроки лечения. Потенциируется и пролонгируется действие большинства лекарственных веществ. Не наблюдается лекарственных зависимостей. Применяют неинвазивные методы и способы лечебного воздействия, что в принципе обязательно в детской практике. Возникают безболезненные лечебные эффекты. Отсутствует побочное действие на другие органы и системы и достигается длительный период ремиссий хронических заболеваний. Особенности физиотерапии в детском возрасте. Физическую терапию у детей необходимо сочетать с воспитательными учебными мероприятиями. В избежание переутомления ребенка в течение дня назначают только одну общую процедуру. Есть перечень, и физиотерапевты обученные все это знают и должны к этому принципу относиться довольно щепетно. Лишь при острой необходимости, например, при кожных заболеваниях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата с интервалом в 2-3 часа в день проводят общую и местную физиотерапевтическую процедуру. Повторные курсы физиотерапии надо назначать через более длительные промежутки времени, чем у взрослых. Лечение необходимо начинать с минимальных дозировок и постепенно повышать их до оптимальных. Общая энергетическая нагрузка физиотерапевтических процедур у детей должна быть адекватной и предусматриваются более длительные сроки лечения. Противопоказания к физиотерапии. Злокачественное новообразование, системные заболевания кожи, выраженная коксексия, кровотечение или подозрение на него, тяжелые психозы, лихорадочное состояние и индивидуальная непереносимость физического фактора. Условно противопоказание, потому что если один фактор не переносит, то можно применить другой с теми же лечебными эффектами. И один из основных постулатов. Детская ортопедия должна быть консервативной. И в хирургическом лечении нуждается всего лишь 3% пациентов. И на двух примерах мы разберем, как это можно адекватно применять. Михаил Георгиевич сегодня подробно вам рассказал с утра патогенез. Ну, немножко остановимся. Итак, идиопатический сколиоз – это компенсаторная реакция организма на несопряженный, избыточный рост костного позвоночного столба относительно продольного роста спинного мозга. Причины тоже были подробно все рассмотрены. Показаны участники всего патологического процесса. И Михаил Георгиевич нам в своей работе показал мишени, куда стрелять и чего нужно добиваться. с помощью методов физиотерапии. Потому что других для решения данных вопросов пока не видно. Итак, задача – коррекция гормонального профиля и борьба с избыточным ростом. Это мишень у нас – костный позвоночный столб. Итак, задача – замедлить темпы роста костного позвоночного столба. Решение – это коррекция остеотропного гормонального профиля и ингибирование ростковых зон тел позвонков. Объекты воздействия у нас – коронатпочечников, ростковые зоны тел позвонков и методы. ДМВ-терапия, магнитно-импульсная терапия, генопараметрическая магнитная терапия и фотодинамическая терапия. ДМВ-метод – это метод электромагнитной высокочастотной терапии, основанный на применении в лечебных целях сверхвысокочастотных электромагнитных колебаний диапазона дециметровых волн. Проникает очень глубоко, имеет тепловой эффект, поглощение происходит в основном в тканях богатых водой и сопровождается их нагревом. Воздействие на коронатпочечников приводит к повышению кортизола. Это антагонист самототропного гормона и позволяет нам управлять состоянием гормонального профиля. Но надо немножко оговориться. Прежде чем выполнять эту процедуру, всем детям необходимо провести УЗИ внутренних органов. Потому что очень часто бывает хронический пилонефрит или впервые выявлена какая-то патология почек. И если проводить эту процедуру, то можно получить только обострение. А желаемого эффекта вы не получите. Поэтому с этим надо быть очень внимательны. ДНВ на коронатпочечников относится к общей процедуре. И даже если у вас есть огромная необходимость проводить какие-то другие процедуры, это не рекомендуется. Потому что гормональный стресс, который выделяется не только кортизол, а все гормоны коронатпочечников. И большая энергетическая нагрузка на ребенка. Можно, если проводить еще какие-то физиотерапевтические процедуры в этот день, можно получить срыв адаптации. Дальше. Воздействие на ростковые зоны или влияние на активность роста тел позвонков. Высокоинтенсивная магнитотерапия. Воздействие производится импульсным магнитным полем с индукцией в одну 4-4 Тесла. На представленных гистограммах представлено экспериментальное исследование. Проведено оно было в институте цитологии в Санкт-Петербурге. После воздействия магнитным полем с индукцией в 1,5 Тесла хроническая, то есть 15 дней подряд получили полное разрушение ростковой зоны. Она инактивируется. И получили эффект локального разрушения ростковой зоны тел позвонков. Работу выполнил наш сотрудник Арсений Алексей Валентинович. Глубина воздействия импульсным магнитным полем превышает 4-5 сантиметров. Дальше. Ион-параметрическая магнитотерапия. Это также воздействие на активность ростковых зон тел позвонков. Позволяет управлять темпами роста на молекулярном уровне. По необходимости, если надо замедлить или увеличить темпы роста, происходит блокирование ферментов, которые отвечают за синтез гидроксиапатита кальция. Это кальций и калий-зависимые киназы. И результат управляемое торможение или стимуляция темпов роста. Дальше. Михаил Георгиевич нам указал на спинной мозг и головной мозг. Воздействие можно проводить с помощью на спинной мозг поляризации спинного мозга, на головной мозг процедура называется транскорниальная поляризация головного мозга. Что такое поляризация? Это собирательный термин, объединяющий ряд различных по своей природе явлений. Наиболее часто поляризация называют процесс перемещения зарядов под воздействием электрического поля и образование отследствия этого электродвижущей силы. Как это применяется? В электромагнитном поле происходит нормализация функционирования мотонейронов спинного мозга. Контролируется по электронейром и графическому исследованию H-рефлексу и оборудование это самый банальный аппарат 4-проф очень доступный. Поляризация головного мозга это очень тонкая процедура и участвовать в ней должны высокообученные нейрофизиологи которые понимают что они делают. И дальше профилактическая и следующая следующая мишень это у нас мышечный аппарат избирательная электростимуляция паравертебральных мышц. Опять же используется импульсная магнитотерапия потому что при использовании обычных электростимуляторов мы можем получить сокращение только с поверхностных мышц зная патогенез сколиоза участвуют глубоко расположенные мышечные мышечные группы на которых обычная электростимуляция не добирается поэтому необходимо использовать магнитно-импульсные стимуляторы с высокой индуктивностью и для мышечного аппарата необходима индукция 0,5 1 Тесла как технически это происходит довольно сложно и использование всех в комплексе физиотерапии позволяет управлять нам темпами роста и останавливать прогрессирование сколиотической болезни и еще один пример как можно бороться с помощью физиотерапевтических методов с воспалительными заболеваниями костно-мышечной системы и так что такое воспаление это комплексный местный общий процесс возникающий в ответ на повреждения клеточных структур организма или действия патогенного фактора проявляется в виде реакций направленных на устранение продуктов повреждения или патогенного фактора патогенного фактора и патогенного фактора Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok